Друзья, всем привет! Вы на канале FPV Time и с вами Кирилл Лисицын. Сегодня мы будем собирать настоящий квадрокоптер с GPS и автопилотом своими собственными руками. Его цена будет меньше 10 тысяч рублей. И да, не забудь прямо сейчас подписаться на мой канал, для того чтобы не пропустить розыгрыши крутых ништяков для квадрокоптера. А ведь разыгрывать мы будем всё, начиная от USB симуляторов и наборов для FPV, и заканчивая профессиональными полётными контроллерами в полной комплектации. Ну а мы полетели! Давайте посмотрим, из чего будет состоять наш квадрокоптер. Аппаратура управления, пульт или аппа, называйте её как хотите, у нас это китайская Flysky i6. Довольно стандартная и самая недорогая аппаратура из всех адекватных. Все функции эта аппаратура выполняет просто отлично, и за свою цену её можно назвать удивительной, потому что в ней есть телеметрия. Хоть она и не полноценная, но она позволит вам отслеживать уровень сигнала до вашего квадрокоптера, что в принципе позволит вам следить за обстановкой. Заботливые китайцы даже диск положили какой-то неподписанный. Я надеюсь, в 2017 году никто не пользуется дисками, и мы не будем. Ладно, с аппаратурой мы познакомимся подробнее чуть позже, а сейчас перейдём к полётному контроллеру. У нас контроллер АПМ, и предназначен он для стабилизации квадрокоптера в воздухе. Продавец и вправду попался заботливый, он подключил приёмник к контроллеру сам, для того, чтобы мы ничего не перепутали. Но мы всё равно будем учиться подключать провода самостоятельно. А в этом пакете у нас лежат регуляторы для двигателей. При помощи этих штук двигатели подключаются к контроллеру, а к аккумулятору. Запомните, у бесколлекторного двигателя нет на входе плюса или минуса. Все контакты подключаются только через регулятор. Регуляторы подключены к плате распределения питания, и на выходе имеют разъёмы типа банан. А вот этим сервокабелем мы подключаем регулятор к полётному контроллеру. Новичков обрадует то, что этот набор совсем не надо паять. Продавец также не оставил нас без инструкции, и если вам вдруг что-то будет непонятно, не поленитесь заглянуть в неё. А ещё у нас в комплекте есть GPS, очень полезная штука, которая позволит вашему квадрику летать в автоматическом режиме. Ну и также спасёт ваш квадрик от улётов в Китай. А вот так выглядит наша рама в разобранном состоянии. Здесь есть набор крепежа, пластиковые ноги и какой-то материал, похожий на карбон, но это не карбон. Ещё у нас в комплекте имеется выносная стойка для компаса и GPS. Это немаловажная штука, о важности которой я вам расскажу чуть позже. Также из Китая пришёл китайский аккумулятор от китайского производителя 3S на 3300 мА. Простое и недорогое зарядное устройство, умеющее заряжать двух- и трёхбаночные аккумуляторы. А вот эти китайские бесколлекторные двигатели мы и будем устанавливать на наш квадрокоптер. Три провода не означают плюс-минус и сигнальный, запомните это и ни в коем случае не втыкаете его в аккумулятор. Четыре штуки в комплекте и также имеются четыре пары карбоновых пропеллеров. Но наконец-то китайцы начали отправлять их с запасом. Карбон очень прочный, поэтому берегите пальцы, деревья и всё, что увидите вокруг. Также в комплекте идёт липучка для крепления аккумулятора к раме, набор сервокабелей, пару стяжек и вы можете увидеть даже шестигранник положили. В прошлогоднем наборе его не было. Вот оно всё наше богатство друзья, давайте скорее начнём собирать квадрики и я вам расскажу что и зачем нужно и как это подключается. Погнали! Как вы уже наверное успели догадаться, сборку квадрика мы начинаем именно с рамы. И ваше внимание наверняка привлекли эти маленькие красные силиконовые демпферы. Они предназначены для того, чтобы гасить вибрации, которые идут на контроллер. А вот всё, что пригодится для сборки рамы. Сборку мы начинаем с луча, который будет находиться с верхней стороны. У него есть огромное отверстие для того, чтобы из него выглядывал двигатель. Его-то мы с вами и берём и крепим к маленькой пластине. Это та самая часть рамы, которая будет находиться сверху. Луч должен находиться ниже, чем пластина. И закрепляем его при помощи металлических стоек. Закрепив луч металлическими стойками на пластине, мы проделываем всё то же самое для оставшихся трёх лучей. После этого вкручиваем металлические стойки во все отверстия в луче, которые у нас есть. Я решил начать со стороны двигателей. Если у вас получилась такая же конструкция, то отлично, продолжаем. Теперь прикручиваем нижнюю сторону луча, ту самую, к которой у нас будут крепиться двигатели. Но прикручивать эту сторону лучей сейчас к середине рамы не нужно. Закручиваем все болты, кроме этого. У вас должно получиться что-то вроде этого. Теперь можно начать устанавливать двигатели на раму. Если вы присмотритесь, то заметите, что двигатели отличаются друг от друга цветом гаек. Это не случайно и так задумано. Их отличие в том, что чёрная гайка раскручивается при движении по часовой стрелке, а серебристая наоборот закручивается при движении по часовой стрелке. Сделано это специально для того, чтобы во время полёта ваш пропеллер не раскрутился. То есть во время полёта он будет закручиваться только сильнее. Также на квадрокоптере, как вы наверное уже догадались, пропеллеры вращаются в разные стороны. Часть пропеллеров вращается по часовой стрелке, а часть пропеллеров против часовой стрелки. Ну, впрочем, можете взглянуть на схему, как именно подключаются моторы. Моторы А и С вращаются против часовой стрелки, моторы Б и Д вращаются по часовой. А цифры на моторах обозначают порядок их подключения к выходу Outputs на полётном контроллере. Предварительно правильность установки мотора можно проверить таким образом. Если вы будете крутить пропеллер в обратную сторону, он должен затягиваться только сильнее. В общем, устанавливаем и закручиваем мотор, пропихивая провода изнутри. Сейчас мы установили мотор с серебристой шайбой. А второй мотор с серебристой шайбой нам необходимо установить на противоположной стороне по диагонали. А два чёрных мотора, соответственно, на другой диагонали. Теперь установим плату распределения питания. Как вы можете увидеть, эта плата уже полностью запаяна. К ней также подключён провод с напаянным разъёмом для подключения аккумулятора. И есть свободные площадки для подключения любого FPV оборудования. Сами регуляторы я вам советую спрятать между двумя сторонами луча. Ну а для уменьшения влияния электромагнитных наводок, я вам советую любые провода питания, да и не только питания, скручивать между собой. Но моторы с вами мы пока не подключаем. Для того, чтобы их подключить сразу правильно, мы воспользуемся аппаратурой. При включении аппаратуры у вас, скорее всего, появится ошибка. Для того, чтобы эту ошибку убрать, вам необходимо перевести все тумблеры от себя. Кстати, аппаратуру вам совсем не придётся настраивать, потому что продавцы присылают её уже сразу настроенной. Короче, давайте ещё раз вспомним. Вот эти два мотора у вас вращаются против часовой стрелки, а вот эти два по часовой. Но перед этим мне бы хотелось вам рассказать о разъёмах, к которым мы будем подключать приёмник и контроллер. Вот тут вам важно запомнить. Все контакты, абсолютно все контакты, которые идут снизу, это минус, ну или земля. Контакты, которые находятся посередине, это плюс 5 вольт. А все контакты, которые находятся наверху, это сигнальные контакты, и они никак между собой не соединены. То есть подключать 5 вольт и землю можно абсолютно в любой канал. А подключать плюс 5 вольт и землю к приёмнику надо аналогичным образом. Самый крайний ряд обозначает землю. Плюс 5 вольт находится в середине, ну а в самом левом ряду находятся сигнальные контакты. В общем, тут ситуация точно такая же, как и в контроллере. Абсолютно не важно, куда вы подойдите плюс 5 вольт и землю. Главное, чтобы это хотя бы в один канал у вас было подключено, и совсем не важно, в какое именно. У вас наверняка возник вопрос, а где же брать эти 5 вольт? Тут мы пойдём самым простым и самым дешёвым способом. Все регуляторы, которые мы используем, могут выдавать 5 вольт. По среднему проводу, который будет подключён к контроллеру. Оттуда у нас и будет браться питание для всей электроники. Сейчас мы подключим мотор к приёмнику и проверим, в какую сторону он будет вращаться. Сначала мы втыкаем абсолютно случайным образом 3 провода из мотора в регулятор. Ну а трёхконтактный провод, идущий от регулятора, мы подключаем к нашему приёмнику, к третьему каналу, который отвечает у нас за газ. Регуляторы должны запищать, после чего можно включать аппаратуру. Теперь, давая газ, вы можете проверить, в какую сторону у вас вращается мотор. Наш верхний правый мотор крутится против часовой стрелки. Это то, что нужно. Нижний правый мотор вращается также против часовой стрелки, хотя должен вращаться наоборот. Для того, чтобы мотор вращался в другую сторону, мы берём абсолютно любые 2 провода, которые идут от него к регулятору, и меняем местами. В общем, после того, как вы проделаете всё то же самое с вашими моторами, проверите, в ту ли сторону они вращаются, мы аккуратненько прячем провода. Устанавливаем плату виброразвязки для нашего полётного контроллера. Продеваем силиконовые демпферы в отверстия с обеих сторон, и устанавливаем площадку на нашу раму. Прикрепляем полётный контроллер на плату виброразвязки на двухсторонний скотч, который идёт в комплекте. И подключаем наши регуляторы к полётному контроллеру со стороны Output в соответствии со схемой, которую я указывал ранее. Напомним, в самом верху у нас сигнальный провод, в середине плюс, ну а самый нижний – это земля. Теперь устанавливаем приёмник. Для него у нас остался маленький кусочек двустороннего скотча, но следите за тем, чтобы приёмник не мешал контроллеру. К контроллеру приёмник подключается во вход Input, и по первому проводу у нас передаётся первый канал, плюс 5 вольт и минус. А все остальные провода у нас будут использоваться только для подключения сигнальных контактов. То есть одним проводом мы подключаем сразу три канала, ведь плюс и минус повторно на приёмник подавать нет смысла. Теперь давайте прикрепим к нижней части рамы нашу пластину и прикрутим к ней ноги. Устанавливаем снизу металлические стойки и прикручиваем к ним держатель для аккумуляторов. Наш GPS-модуль встроен компас, и именно поэтому его нельзя располагать вблизи с рамой, ведь токи, которые текут по проводам, будут создавать огромные наводки, и компас начнёт глючить. Именно поэтому мы будем использовать стойку, которая поднимет наш GPS с компасом на 20 сантиметров. При всём при этом она ещё и складная. Итак, устанавливаем вал на нашу стойку GPS. Ну и теперь устанавливаем сам модуль GPS, воспользовавшись стандартным скотчем, который идёт в комплекте. Самое главное следите, чтобы стрелка на контроллере и на GPS смотрела в одну сторону. Подключаем GPS на плате в порт, который подписан как GPS, а маленький разъём, это компас, подключается ниже, чем GPS. Ну и давайте правильно расположим антенны от приёмника. Антенны будут сильнее принимать сигнал, если будут расположены под углом в 90 градусов друг к другу. Давайте объясню понятным языком. Если сигнал будет двигаться справа, то на этой антенне его практически не будет. Зато на антенне, которая расположена поперёк сигналу, он будет очень высокого уровня. То же самое, если источник сигнала будет спереди или сзади, то на эту антенну он будет приниматься лучше всего, когда на левой антенне его практически не будет. Да и вообще антенну лучше всего располагать вдали от любой электроники. Это также повысит уровень сигнала. Ну и конечно же давайте защитим клеевым пистолетом жизненно важные разъёмы для квадрокоптера. Согласитесь, будет неприятно, если во время полёта у вас отвалится компас или GPS. Ну и в заключение я хочу сегодня установить 3DR модемы и рассказать, для чего они нужны. Эти телеметрийные модемы продаются в паре. И одна сторона подключается к квадрокоптеру, а другая к компьютеру, ноутбуку или телефону. А нужны они для того, чтобы выполнить настройку и калибровку квадрокоптера совсем без использования проводов, потому что провода в этом случае могут здорово подвести, ведь квадрокоптеры надо крутить во все стороны. А подключение этих модемов на самом деле очень простое. Для этого одну сторону мы подключаем при помощи кабеля к квадрокоптеру и в порт телеметрии на контроллере, и закрепляем модем на квадрокоптере при помощи нейлоновой стяжки. Ну и всё, готово. А пока наш пушистый эксперт оценивает качество сборки, поставим аккумулятор на зарядку и приготовимся к просмотру следующей части, в которой я расскажу о том, как прошить и настроить квадрокоптер перед первым полетом. Возможно, кстати, в этот день мы и полетаем с вами. С вами был Кирилл Лисицын, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok